Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, и это, надеюсь, уже полюбившийся вам формат Blitz-дуэли, когда на ход дается 80 секунд. Такой небольшой мини-финал мини-турнира. Вот в прошлой игре я выиграл у Нео, Инвиктус там у своего соперника выиграл, и мы в таком мини-финале встречаемся. По-моему, интересная пара наций, Египет против Ацтеков, в некотором смысле они равны, поэтому, по-моему, должно быть интересно. И уникальные юниты рано появляются у обеих наций, там бонус к строительству районов, и у тех, и у других. Ну что? Ну что, может мне вот сюда лучше отойти, кстати? Вот мне и компьютер предлагает, и я даже думаю, что лучше сюда отойти. Просто, чтобы вот эта лишняя тундра не была, а тут сразу вокруг куча ресурсов будет. Да, так и сделаю. Куда пойти? Войнам вниз пойду смотреть. Ага, отошел от янтаря, к сожалению. Вот в чем проблемка. Тут был янтарь. Ну, неважно, все равно для начала место неплохое. Начнем здесь. Соперник, наверное, город уже поставил. Да. На первом ходу. Ну, вообще в шестой циве редко, когда приходится ходить. Честно говоря. Вот проблема, что, видите, сразу у меня тут скаут варварский прибегает. Это мне очень не нравится. Но я все равно, наверное, со строителей начну. Так. И, 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 наверное, животноводство вначале. Животноводство, потом горное дело. Потом гончарка. Вообще, наверное, будет желательно лошадей обработать, потом камень, потом рис. Вот сейчас скаут побежит сообщать своему лагерю инфу. А нет, он без специального знака, как ни странно. Нормально. Живем. Почему-то он решил не подходить ближе к городу. А вот теперь решил подойти. И вот сейчас он ему и сообщит инфу. Так, надо атаковать. Я вот не помню, следующим ходом появятся юниты варварские. Или он сначала подойдет, типа сообщит, а потом появляются. То есть, по идее, у меня есть несколько. Ну, просто видите, пока нету карточки плюс 5 к силе против варваров. Но я следующим ходом промоушен возьму для своего юнита. Так, давайте тут на рост все-таки 3 хода. А, и так, 3 хода. Ну, тогда оставим пока так. Так, странно, почему-то не возвращается скаут к лагерю. Сейчас мы уничтожим лагерь и спокойно будем продолжать своими делами заниматься. Так, после рабочего, наверное... После рабочего, наверное, прачников надо строить. Так, а где там эти лучники Марьяну? В колесе. Рудник для добычи ресурсов надо построить. Вот они и их... Они классные! У них мощь дальнобойная. Эти 15-25 у лучников, а у них 25-35. То есть, они очень больно бьются. Но у них проблема в том, что они не в... Не... В рыцарей апгрейдятся. Как тяжелая колесница, которую они заменяют. Как раз. А в арбалеты. И в этом может быть проблема. Так, знаете, что я тут буду стоять в защите. Пускай он меня бьет. Ага, и теперь проблема у нас со скаутом есть, потому что он... О, кстати, смогу пантеон взять. Потому что он может захватить рабочего из-за того, что уничтожен лагерь. Скаут сейчас может... А, но он еще и город сейчас начнет атаковать. Во, валетту я первый встретил. Так, берем плюс 5 к варварам. И... Вера у нас есть, поэтому производство. Так, дальше мы пойдем в мастерство. Сфинкс. Вера, культура. Вера и культура. Пойдет сфинкс. Так, пропустим пока ход. Надо... А, ну и тем более мы еще камень не открыли. Можно... Еще и лавентами эти плюс 3 веры в ход сейчас будет. То есть пантеон я точно открою. Так, ну что, надо убивать варвара. Потому что там есть... Один из промоушенов. Постоим. Подождем. Следующим ходом на камень прыгнем. И продолжаем прачников строить. Так, производство, производство. Сюда переключу. Ну, потому что я обработаю камень, чтобы не забыть. Из-за того, что ход. Но вот жалко, что скаут убился об город. Я бы его хотел прачником, конечно, убить. Так, идем сюда. А, прачниками исследовать территорию. Ну, и этот парень свое дело выполнил. Может идти лечиться. Еще одного прачника. Вот, обработку бронзы я ускорил. Надо было трех варваров убить. Вот, собственно, я это и сделал. Так, гончарное дело. Потом пойду, пожалуй, обработку бронзы. После гончарного дела. Хотя, конечно, надо плантации. Но, сначала рис будет обработать. Еще одного рабочего построить. Поэтому нету смысл пока в плантации идти. Так, каменная кладка. Открыто. Ну, тут есть хорошие места. Вот сюда, например. Так, предварительно. Поставлю. И предварительно вот сюда. Вот так, чтобы время не терять потом, когда надо будет исследовать места, вести поселенца. Ну, вот я, наверное, сейчас после прачника уже сразу поселенца буду делать. Вот и пантеон. Так, ну что? Бог кузницы. Традиционность. Конечно, не взят. Нет, не взят. Ну, я очень сомневаюсь, что с таким количеством веры, то есть у меня и город-государство на веру и есть редкий ресурс, который веру давал, что меня бы соперник мог обогнать. Пойду сюда. Так, ну давайте поселенца. И я хочу глянуть эти лучники на колесницах Мрия, но они кто считаются? Кипитский дальнобойный юнит. То есть они считаются дальнобойными юнитами. То есть мне карточка нужна для дальнобойных юнитов, чтобы их быстро строить, а не для кавалерии. Ясненько. Это еще проще. Так, гончарное дело позволяет собирать урожай пшеницы. Ну да, вот тут очень неплохое место. Найти я, наверное, по побережью пойду. И ускоряем ирошение. Гончарное дело открыто, обработку бронзы. Хочу увидеть, где железо. Так, а потом пойдем в ирошение. Такую клетку он обрабатывает. Здесь производ... Ну, пускай, да. Нормально. Здесь, конечно, можно город еще ставить, но тут такие... Такая тундра неприятная, что и не хочется. Ого. Варвары. Так, вот просто надо решить, четвертый город сюда ставить или сюда. Пока выглядит, конечно, что сюда. что там у соперника. Технологии. Ну, пока все рядышком. Так, создание строителей. Ну, вот, антикавалерийские юниты, но пока не будем... Не буду пока менять ничего. Пойду в международную торговлю. О, чудо. может и здесь стоит все-таки город четвертый поставить. Ладно. Сначала я ставлю тут. Сразу следующего поселенца. Так, этот меня атаковать не может. Ну, давайте постреляем. Сейчас меня проатакует. А вот этот ближе подошел, тогда отходим. Прокачиваем прачников. Да, здесь есть река какая-то. Знаете, мне тут хочется город четвертый поставить. Потому что, ну, чудо-то неплохое. Сколько сразу культуры могу получать. Неплохое чудо. Так, сейчас проатакует воин, но я сюда отойду. Город ставлю и нормально. И защищаемся от... Ну, свой четвертый город я хочу поставить. Хотя, может, и третий. Тут-то мне не... не... незачем спешить. Тут, кстати, ресурсов нету. Тут хотя бы вот оливки и трюфеля. опа, валета. Тоже первый, кстати, встретил. ухо. Угу. Слушай, я хоть одну руину нашел. Я еще, по-моему, ни одной руинки не нашел. Это интересно. Так, воинам тут стоим, воин у нас пойдет поселенцы защищать. Инвиктус уже второй город поставил. Мы не особо отстаем. Так, вот мы как раз убиваем юнит прачником и ускоряем открытие лучников. Так, 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 что мы тут производство... Нет, давайте на три. и строим сначала монумент. А вот и руинка первая. Что у меня, кстати, не особо много пустыни. Ну, раз, два, три. Получается, что я только тут пока могу город поставить. Ну, в принципе-то всё равно неплохой город. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймёте, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да, и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово Лёша играет. А тут и пять городов можно ставить-то по-хорошему. Просто сюда четвёртый поведу, потому что сюда сложно идти, поэтому сразу сюда пойду. Не четвёртый, если вот этот город, вот этого поселенца. Ну, города, государства такие средненькие. Что вообще лавента дает? Ваши строители могут создавать гигантские головы, но так себе военные лагеря и железо открывают. Где у нас железо? Вот, железо есть. Хорошо. это хорошо. Так, международную торговлю отпустим. Ну, нормально, да. Не, нормально тут поставить город. Вполне. Так, лечимся. Идём смотреть. тут конец. мне кажется, соперник где-то в той стороне. То есть слева. Так, и ещё одного поселенца забрал бог кузнец да? наверное, тот другой. Прощники какие-то. Сейчас попробую просто лагерь забрать. Никому не нужен лагерь. Но раз никому не нужен, мы заберём. так, рост есть. Эти туда идут, этот сюда идёт. Да, тут ещё города можно ставить. Всё очень неплохо. Так, после орошения, ну, давайте в колесо пойдём. И мне рудник. Мне, наверное, стоит купить. Ну, понимаете, у меня нету нигде рудника на ресурсе на данный момент. То есть, он тут будет. Надо будет ставить вот тут город, купить рабочего и рудник на меде построить. Только тогда я ускорю колесо. Получается так. Да, блин. Но не в тему. Тут родился парень. Совершенно не в тему. Знаете, я, наверное, выйду проатакую его. Он потом меня проатакует и мы отступим в город. Просто слегка попрокачиваемся. еще руинка. Здорово. Так, мне нету юнита вести. Ну, тут вряд ли кто-то будет. Вряд ли тут будет ацтек. Хотя, знаете, тут как-то генерируется. Ну, мне кажется, что вот тут вот так вот все, конец, то есть. Ну, он поменял местами. Забавно. Ну, я вернусь. Так, что-то морошение скоро откроется. Видите, на нормальные о, блин, семь ходов. до следующей эпохи семь ходов. Блин. Так, я и могу не успеть. Сколько мне до золотого века? 24, еще 12 очков. Ну, мой уникальный юнит, предположим. Слушайте, я и сфинкса могу построить, и уникального юнита. все я в него выйду. Блин. Реально могу не успеть. тысячи живут без любви. Не один. я отступлю. А пускани ко мне подходят. колесо. Колесо. Так, рабочего я тут покупаю. Где мой сфинкс, можно строить его? Нельзя построить рядом с другим сфинксом, можно строить в пойме реки. Я не понял, он только в пойме реки, или типа можно там строить? Просто некоторые улучшения нельзя в пойме, как и районы, но у Египта все районы в пойме реки строятся. Очень понятно. Так, сколько ходов? Пять. Я ставлю четыре, покупаю три, сюда блин. Мне, наверное, этого лучника Марьяну купить придется. у меня денег не так много, да и сейчас мне надо купить. Да. Знаете, строителя построят тут. Как-то вложить. Нормально. прокачивают мои юниты. А у тебя? Меня они убивают. ну вот еще места для городов неплохие. за то, что я поставил. Так, сколько мне очков не хватает? восемь. Ну, наверное, сфинкс и этот должны дать эти восемь очков. Так, быстрее хода за канди. Пожалуй, подальше отойду, чтобы не убили. Не буду пока прокачивать. Так, ускоряем. Как раз следующим ходом по идее должен открыться. А, свинкс я вообще везде могу строить. Здорово. Да, наверное, давайте сюда пойдем. Тут свинкс поставим и тут как раз по дороге красители, а потом железо обработаем. Да, здорово. Так, и в ракедете тогда монумент тоже. Что у него тут обрабатывается? Давайте на еду. Плюс 4, плюс 3, ну и плюс 2 производства. Так, здесь удовольствия не хватает. Тоже надо строителя боюсь покупать. боюсь покупать. Тогда не будем пока строителя. Блин. Ночной амбар, но вообще по-хорошему можно будет сразу переключиться на колесницы эти. Так, ну что, должен открыть. Открою. Здорово. теперь строю сфинкса. 4 к счету эпохи мне не хватает 4 счета. Ну что, лучники Марьяну сколько стоит? Давайте глянем. 240 блин. Просто блин. И 4 хода строится. Ну блин, как так-то, а? Так мало не хватило в золотой век выйти. Просто подстава. просто подстава. Ой, блин. Что, стрельбу из лука открыть? Я уж каменную вкладку пирамиды построить. Не-не-не, дайте в письменность. Блин. И конечно встретил от стека. Я конечно мог вырубить какой-нибудь лес, но мне даже на это ходов не хватает. Ну чтобы лучников Марьяну что, следующим ходом, да? А, текущий ход 25. А, плюс 5 за то, что мы фу, слава богу. Еее. Точно, это здорово, что мы от стека как раз встретили. Это очень везука-базука. Я думаю, что он тоже должен в золотой век выйти. Содержание юнитов и строительство чудес. Ну, давайте своих этих Марьяну настроим и производство. Чудеса пока нет. Что это он тут? Куда это он тут идет? Публично осуждает. Слышишь, а что я тебе сделал? Что ты меня осуждаешь? А у него нормальный век. Здорово. Если бы что-то ты сделал, сразу бы он убил. Ой, можно за веру покупать юниты. Это здорово. Так. Счастье. Тут лечимся. Тут на свинок становимся. И покупаем за веру. Ну, как-то долго строятся эти Марьяну. Так, Магнуса отправляем в Раке Дед. Тут открываем деньги. Международную торговлю. Ну, вот туда пошли, в политическую эру. Один ход до... Давайте искать. Где там Ацтек? Ацтек. Блин. Пришел сюда мешаться. Нормально вообще. Благодаря Лавентии это еще накапливаю. А, вот он где. Накапливаю веру. Что говоришь? Шустроты уже четыре. Перегорик. Конечно. Так, пока все оставляем как есть. Нам... Караван нужен. Где-то Ацтек вообще далеко, я так понимаю. Ну, он пада моих границ тоже не видел. Он только мои юниты увидел. Ну, вообще, у меня есть еще куда расселяться, куда города ставить. Тут и ресурсы есть. Так, ты пока лечись. Ну, мне вот из ШД-то бы отправить караван, на самом деле. Сотка. О, как раз сейчас куплю следующим ходом. Из ШД-то в Ракиде, потому что тут самый сложный проход у меня. Остальные-то... Уменьшает стоимость клеток. Производство при создании поселенцев. Нет, пока ничего не надо. Значит, здесь покупаем торговца. Так, он почему-то куда-то туда бежит. Наверное, потому что он отсюда... О! Руинка. Как он ее не заметил? Откуда он тогда пришел? Он просто возвращается. Так, Виктор пока не нужен. Значит, повышаем Магнуса. Плюс четыре к счету эпохи. Не хочу... Я вот рядом с реками не хочу сфинксов ставить, потому что я могу там районы поставить и... и чудеса. Потому что у меня рядом с рекой и чудеса, и районы дают бонус к строительству. Так, поехали исследовать территорию. Еще мало так дают, потому что два хода Магнус еще не приехал в город. Блин, мне не хватает клетку купить. Понимаете, я отойду. Мало ли, боюсь, что может захватить на самом деле. Блин, отменить. Надо не забыть эту руинку взять. Так, пойду я лучниками обратно. Лучше... Защищать то, что уже имеешь. Так, что нам тут обработать? Вон у нас рис есть. Монумент завершен. Ускорили технологию деньги. Да, сейчас будем коммерческие районы фигачить. Ага, знаете, что я вот тут, пожалуй, лес вырублю. Лучше. Во, как раз в Рокидет пошло и строю коммерческий район. Здорово. 60 денег. Неплохо. Деньги открытые. Давайте астрономию. Что, кстати, у моего соперника? Он еще... А, он военный лагерь построил. Ну, у него там уникальное здание, наверное, поэтому... Но это пока все. Что он построил из районов. И вообще ни одного района, по-моему. Ну, да, видите. Хотя... Астрология. Так, вот Магнус привел, и вот уже... 3,2 дает, а не 1,1. Так, вот. Да, видите, конец карты. Так, стоит ли мореходство открыть? Давайте стрельбу из лука апнем. Апнем. Следующим ходом новую... Так, это пускай стоит здесь. Я вот тут прачников расставлю. Хотелось бы найти, честно говоря, где... Ацтек. Он как-то далековато. Плюс 2 влияния вход. Плюс 50 при производстве поселенцев. Я сейчас буду поселенцев еще строить. Хотя там еще рынок строится. Еще рынки. Не знаю, не знаю. Ладно, давайте плюс 2 золота тогда. Содержание юнитов. У меня, по-моему, сейчас еще содержания юнитов никаких нет. Поэтому плюс 5 к боевой. Или не убирать пока вообще это плюс 50. Ладно, оставлю. Тут все здорово. Здесь центр коммерции. Здесь центр коммерции. И каменную кладку не успел. Ускорен социальный суд наемника. Это я 8 юнитов. Блин. Хана дуболому. Ай-яй-яй. Такой красивый дуболом бы. Ого. Какое тут место может быть. Блин, а где ж стек-то? У нас вообще как-то далеко. Я смотрю, разбросало. Ага. А что Лавен-то хочет торговца великого? Ну, это мы и организуем, кстати. Недостаточно жилья. Недостаточно жилья. Дальше идем... Игры и развлечения. И здесь каменная кладка. Эх, так жалко дуболома. Так он мне... Помогал. Так, стоим здесь. Стоим здесь. Ну, классно. Эти колесницы стреляют. Дальше. Давайте верховую езду откроем. Так, у меня там не накопилось. Нет, не накопилось. Скопилось. Вполне в темный век могу уже упасть. Потому что я уже не вижу, на чем я сейчас могу очков насобирать. И как бы это здорово. До темного века бы еще несколько городов поставить. Хотя бы еще два. Вот где-нибудь тут. Вот здесь, предположим, да? И здесь. Ага, вон где города Ацтеков. Вот там. Здорово. С одного выстрела убиваются. Так, послов я пока не буду отправлять. Так, ну давайте поставим метки. Мы просили там в комментариях, кстати, почаще включать линзу поселенец. Не хочется как-то так далеко города. Вообще, знаете что? Вот тут, наверное. И вот тут где-то еще. Вот сюда. А почему он сразу раненый появился? А вот там какие-то варвары, что ли? Прессуют. Ой. Ребята, дайте на ту сторону реки перебраться. Ага, вон и города Ацтека. Ну, наверное, надо ему войну объявлять. Что ж делать. Да, он прокачается. С ля ви. Да, и следующим ходом ставлю карточку на плюс 50 к строительству поселенцев. Да. Так, минимум еще три города мне надо поставить. Создание поселенцев. О, он мне сам объявил войну. Валетта объявляет мне войну. То есть он стал ее союзником и объявил мне войну. Ну, ладно. Не возражаю. Так, этот побежит из фив. Зато мы ускорили оборонительную тактику. Здорово. Какой-то ты агрессивный, Инвиктус. Ну, что ли? Придется тебя уничтожить. Ну, давайте откроем оборонительную тактику. Не помешает. Там есть карточка хорошая для обороны. Так, отправляем в раке дэд. Здесь рынок. Ну, блин, ну... Нафигачила лавента. Странно, что он валет-то только засоюзил. А где третий город? Или там фиговая? Сейчас он у меня будет идти. Мой район мучить. Так, придется повысить долучника здесь. Пойду-ка я к ацтеку. Наведаюсь. Я вон тут тебе, да, покачаться, видишь? Хочу сговорить. Да, спасибо. Ты прям туда этого посадил. Амани? То есть, видите, он туда не послов отправлял, а купил губернатора. Амани и отправил. Ну, мне кажется, лучше бы он либо Магнуса прокачал, либо Виктора купил. Но он считает, что лучше так было распорядиться своими губернаторами. Ну, фигово, что они мне сейчас будут грабить район. Интересно, у меня рынок настроится или нет. Ну, здесь вот смысл тогда в Шедетте есть военный район построить. Когда подумать, здесь или здесь. не грабит пока. Может, стены пока здесь сделать. Так, будут атаковать двумя колясками. Буду отходить. не хочется. Так, ну, тут местность понятна. Бежим обратно. Все, открыли. Ну, что дальше? Ученичество. Да, ученичество. Надо раз, два. Два рудника я построил. Еще один нужен рудник. Вау. Он уже Шедетт атакует. Ну, валетта. При строительстве оборонительных зданий. Поселенцы, агоги. Нет, пока все-таки оставлю так, как есть. Ну, вот, разрушили райончик мне. Так, где мне построить лучше шахту. Наверное, вот тут вырубить лес и шахту. Блин, а тут хотя этот кампус можно будет что-то не очень удачно. отменилось строительство каравана, потому что мне разрушили лагерь. не хочу. У меня есть как бы два посла, но не хочу их отправлять в валетту. Так, здесь апгрейд. убегать надо. И берем великого торговца. убей, пожалуйста, эту чулак-лесницу. Кого убить? Чулак-лесницу в валетту ветор. Дай денег за это. Хе-хе-хе-хе. исторические хроники пока. Так, давайте посмотрим, что у нас с развитием. Это может построить 14-14. 15-8. Ну, пока по развитию я получше, по-моему. так, пора добивать. Ага, вот и стены. Готово. Готово. Хотя, наверное, пора не было сюда отойти, отсюда стрелять, чтобы этот не атаковал меня следующим ходом. Ну, как получилось, так получилось. Так, торговец. военный лагерь, давайте вот здесь все-таки. Блин, ну, тут есть тут комп. Ладно, вырублю все-таки тут лес и построю. Так, это в аппу отправим. Здесь еще одного торговца можно построить. Это будет охранять место, куда поселенец идет. Кто-то мне объявил. Буэнос-Айрес. О, вот это крутая ГГшка, конечно. Вот туда я и отправлю послов. Собственно. Есть тут лагерь нету. Ага, вон священное место построил. О, караванчик бегает. Постоим, пожалуй, здесь. Я буду пока промоушен брать, чтобы вылечиться, если что. он. Я в Буэнос-Айрес отправлю, возьму карточку на плюс один. Понимаете, да? О, прется армия ко мне. не-е-ет, отступать. Передислоцируем наших лучников Марьяну. Так, ну, я думаю, тут паровать некрасиво. Что некрасиво? Или граби. прям он решил вот сразу так на меня мечниками. Ну, я как бы подготовлен, у меня уже и стены тут есть, и Виктор сидит. Не знаю, по-моему. Он, правда, меня сейчас разграбит. не знаю, атаковать, не атаковать. Так, начинаем опять лучников тогда Марьяну строить. Следующим ходом надо это будет делать. Ну, проатакую, ладно. Так, а что я хотел тут поменять? Ну, поселенцев мне не надо. Вот, плюс 6 к оборону способности. Давайте вот так и так. Ой-ой-ой, это моего лучника маленького. стоит, украл. Опа. Как он, прям тремя лучниками. Думаю, ему этого хватит. Увидим восклик Алексея. Какой фастклик ты подвел? Я тебя обстреливаю. Где тут фастклик? Следующий ход. А, следующий ход. Так, давайте, наверное, сразу военный лагерь строить. блин, 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 фастклик Алексея, вот и фастклик Алексея. Йоу. это я фигово зашел ну не знаю и правильный шокачь так рынок завершён делаем торговца здесь торговец завершён лучников и вахитотон перебрасываем здесь продолжаем уничтожников строить ну что ты уходишь мы не договорили да ну тебе или я тебя убедил 50 веры и копию редкого ресурса этой клетки в вашей столице вот жемчуг я бы хотел я вообще могу опускаться на воду только строители блин не получится с жемчугом тогда коммерции давайте ремонтировать хана этому хана ну там просто укатали варвары три четыре скажи deed пожар от пожалуй стоит этого прачника уже перевести к театру боевых действий ну вот знаете я бы еще один город поставил и в принципе у меня все неплохо для развития так давайте как продолжим лучников фигачить что у нас тут в правительстве принято 50 производства 6 к обороноспособности васу они не успел поставить убегай к ну валетты кстати так дофига юнитов я вам хочу сказать добью наверное так пора наверно в кампус уже строить хороший город сидят хороший почти не берут болен шикахи татон одним мечником что и берешь да да и без тела не повел бы лучник я бы вот он был забрал ему хочется верить да как ты так делаешь как фаст клик поставил прокачку я какую прокачку там был промышлен ну не успел видимо я не вижу чтобы он опнулся но я не успел у меня еще при том что социальный институт открылся ловкость рук нельзя это конечно зачем ты мечником сюда подошел не нужен он тебе до америку да было идти дальше да она получала стены строить они военный лагерь 4 ну вот видите тут предлагает все ресурсы которые у меня уже и так есть и красители то есть мне жемчуг нужен блин очень торможу так надо сейчас сначала экономикой заняться а потом войной значит здесь покупаем вот эту клетку и строим кампус тут здесь мы достроили торговца амбар берем нет виктора наверно не буду пока повышать берем райну назначаем фивы политический район надо построить опять или не разграбили подождите не пойму разграбили не разграбили так давайте тоже амбар дальше идем значит все долизм а надо на один ход поменять подождите так вот отправляем в буэнос-айрес раз два три и и на что-то за один ход надо открыть вот военную паразит чтобы обратно сменить дальше машинное строение так меняем обратно ну убирайтесь блин ну как вот играть висят эти подтверждалки зачем-то так давайте думать да перепрыгну ну чтоб не подставляться в первый ход отлично кого берем хочу такого дальше госслужба здесь ремонтируем рынок здесь я не понял что ты сейчас сказал неправильно пошел по низу даже для того что палитами поможет сильнее болит так и проблеме хорошо вонят вообще этот немедленно юнитов прямо скажем что стоит так стоит Так, у вас уан перекинем. Почему этот на две клетки ходит, а этот вот так ходит? Че это за... Ну, будем стоять тут, ждать, когда откроем необходимую теху. Тут надо вот тут район поставить, среди гор. И вообще будет не пройти. Ну что, может, в туалетту захватывать тогда? О, темные века. Здорово. За каждый район, за каждое вдохновение. Какую я там могу карточки, наверное? Давайте это что-нибудь быстро откроем. Вот военную подготовку. Создать рыцарей. Божественное право. Так, из Асуана в Ракедет. В данном случае бегает 5 караванов Филыш и Дет Аплу. Из самого Ракедета ничего не бегает. О, значит, в Ракедет перебросим. Здесь библиотека, библиотека. Стоунхендж. Давайте Стоунхендж построим. Почему нет? Военный лагерь. Так, мне нечем брать валетту. Надо еще все эти фермы поразграблять. Кстати, ко мне, наверное, какой-то караван. Нет, не бегает. Че, не отправила Лавента ко мне? Никого. Блин, я забыл, зачем я открывал это. А, черные карточки глянусь. Внутренний... Вот, изоляционизм надо брать. Плюс 5 к боевой мощи, конечно, прикольно, но сначала изоляционизм. Так, сейчас я похожу. Ух ты, с тараном идешь. Пошел. Чушь, я, почему у меня одни лучники на колесницах 4 перемещения, а у других 2 перемещения? Что это такое? У тебя что-то нет такого, который дает плюс 5 перемещения? Нет, у меня генералов нету. Кто-то убьет нам. Ты нашли платить колесниц, конечно, это жесть. Блин, не взял черную карточку. Вот, дебил. Почти не получил, да. Ну, ты сам пошел в атаку. Я бы валету сжег просто, честно говоря. Ладно, технологию открою. Надо не забыть черную карточку взять. Логистика избытков. Фингалу давайте назначим в аппу. Аппу. Блин, мне нужен юнит какой-то для захвата города. Да. Аппу. 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 Где же осталось? Давайте купим, наверное, всадника Так, здесь Промышленную зону Фигачим Что-то я про правительственную площадь забыл Вообще Давайте я, наверное, ее построю И из раки Это, наверное, на производство лучше отправлю Так, меняем Вот это нафиг надо, ставим изоляционизм Ну и юниты, наверное, уже Не так что Ну хотя пускай пока будет Пока пускай не будет Ну вот и осады Хотя отсюда ничего не обстреливается Потому что у него нету стен Ну что, почувствуй ту боль, которую ты мне принес Натравив на меня балету А я ведь дружить с тобой хотел Блин, ну поставить ее или все-таки сжечь Наверное, оставлю Так, центр коммерции Пускай не будет Тут Виктор сидит Сейчас меня тут убьют, наверное Хотя нет, пока стою Пошли в атаку Приемов надо Забахать Ты в курсе, что не надо достраивать Военный район Если там юнит стоит на нем Видишь, я его разграбил Нехорошо Он стены заложил Может, барбалеты уже апарсы, я вот думаю Как там Буэнос-Айрес, кстати Неплохо, неплохо Буэнос-Айрес Ну что, как думаешь, малиналька падет? Омбар завершил, мастерская В смысле, давайте Оракул Не успеваю If I were again beginning my... Не успел сжечь Надо было город сжигать Садник 160 Ну, надо купить Чего уж Надо купить Ислам Ой, блин Успеваю 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 С одной стороны Хочется Как бы апнуть Варбалеты Но Вот эта мобильность Вот эта мобильность Которая сейчас есть Она мне очень по нраву Что так быстро Блин, двое лошадей требуется Ну, в шедете я могу купить Потому что там уже Военный лагерь есть Довольство Довольство Так, ну он Взял Давайте возьмем тогда Христовый поход Отлично ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 но пока ты кликаешь какая клика ты убила заранее доходить когда еще ход не начался я заранее играть это уже кликаем то есть вот уже клику заранее кашарик прокручивается клику и самоке в убивать ну спасибо за игру ну давай спасибо спасибо что застрели до конца я лёша халецкий тоск ты сделал это видео у меня к вам несколько просит во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видим она вам понравится и это поможет распространению моего творчества на этом все играйте в умные игры а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...